В 1998 году в Бобруйске открыт памятник, посвященный памяти солдат, погибших при исполнении служебного долга за пределами Беларуси в мирное время. Со своим смартфоном Богдан Баташев буквально не расстается. Однако время провождению в соцсетях школьник предпочел собственный проект. В короткометражных роликах, которые сам снимает и монтирует, рассказывает о местах боевой славы и событиях в Великой Отечественной. Мы решили сделать это в таком формате, как музей в телефоне и рассказывать это на доступном языке для детей. Про отдельные экспонаты. Что у нас получается сюжет не более трех минут, за исключением каких-либо спецвыпусков. Идея создания проекта родилась в Центре доп. образования детей и молодежи. На базе учреждения основан музей боевой славы 5-й гвардейской танковой армии. Здесь представлены винтовка Мольсина, каски, фляжки, санитарная сумка и даже личные вещи генерал-лейтенанта Гришина. Мы идем от обратного. Главное правило музея – это не трогать экспонаты руками. В то время как Богдан на своих экскурсиях, рассказывая о различных экспонатах, их можно померить, посмотреть. Это, конечно, дает огромный плюс. Более эмоционально доходят события давно ушедших времен. Всего в этом музее свыше 100 экспонатов. Нашло здесь место и панораме одного из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны под Прохоровкой. Произошла битва в ходе Курской оборонительной операции. Эта пушка 1942-го – один из самых излюбленных экспонатов музея. Несмотря на свою небольшую пробивную способность, в годы войны использовалась как в условиях городского, так и полевого боя. Посетить музей можно со вторника по субботу. Главное – предварительно записаться. Сами ролики размещены в социальных сетях учреждения. Ну а Богдан Баташев мечтает о мобильном приложении, где будет собран весь его контент. Ведь подвиги прошлого, уверен парень, живут благодаря воспоминаниям. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.